Дорогие друзья, с радостью хочу вам предоставить сайт глазкон.ру, который занимается элитным безрамным остеклением. Ребята остекляют как балконы и лоджии, так и террасы и веранды, кафе и рестораны. Также делают стеклянные перегородки, стеклянные двери. Среди заказчиков как крупные фирмы, так и частники, среди которых немало знаменитостей. Фирма занимается безрамным остеклением с 1994 года. На самом деле я этих ребят тоже знаю не понаслышке. Много интересных проектов они уже сделали, на самом деле много лет на рынке. Есть фотогалереи, в которых вы можете посмотреть, как что они делают, как это все дело происходит. Есть возможность заказа обратного звонка. Находятся они в Москве, на Дмитровском шоссе, дом 52. Есть точно так же видео о том, как происходит процесс установки. То есть здесь точно так же на сайте есть отзывы, на которых вы можете почитать отзывы клиентов. Точно так же есть возможность задать вопросы и тут же получить ответ. Ссылка будет в описании. Можете зайти, посмотреть. И если вам нужно что-то остеклить, либо кому-то порекомендовать, я думаю смело эту компанию можно предложить вашим друзьям и знакомым. И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Сергей Симонов, бессменный автор и ведущий канала Добра и Позитива. Да-да, не удивляйтесь. Именно Позитива. В сегодняшнем выпуске будет такой интересный. У нас тоже встреча. Выпуск такой, да, интересный. Сейчас еду, короче говоря, встречаться с Пантелейкиным, с Рэдисоном. Будет Руслан, Дадунашвили, звезда Якуба, так сказать. Или Шуру Каретный, если я не ошибаюсь. То есть будет такая мега встреча, да. Планируем пойти сегодня на футбол. Не знаю, что из этого получится. Может быть, до этого дела и не дойдет. Короче говоря, не знаю. Вот сейчас еду в назначенное время, в назначенное место. Короче, сами все увидите. Погнали, ребята. Короче говоря, метро Дмитровская. Здесь все-таки бежбол. Было какое-то запомнение. Полиция, МЧС, там все дела, короче говоря. И все палатки. Даже сейчас, кстати, гарь есть. Запах гаря есть. Ну вот, видите, все позакрывали. Все палатки. Сегодня что-то было. Ну, вроде бы, слава богу, все живы, здоровы. А мы идем дальше. Должен был поехать, короче говоря, что тут у нас вили на Бентли. А пришлось ехать на метро. Ну, ничего страшного. Может, не гордый, правильно? Прокатимся и на метро. А Редисон поехал на Бентли. Как-то так. Да-да, не удивляйтесь. Наши подписчики даже ездят в метро. Поздоровайся. Как тебя зовут? Александр? Александр. Я. Добрый. Чем занимаешься, Саша? Я работаю. Кем? Где? Потому что... Здорово. Отлично. Спасибо тебе. В принципе, я на месте. Вот, видите, да, 17 июля. Чемпионат России по футболу. 18.40. Спартак Уфа. Столик заказан. Но пока чуть никого нет. Ждем гостей, короче, говоря. Кто-то уже кушает. Чего-то пивко, да? Все дела. Вот. Ну, и мы сейчас что-то тоже перекусим. Правильно? Конечно. Ну, вот она она, короче, вся банда идет. В коробке, в коробке с карандашами Рэдисон и с друзьями, да? Здорово. На один квадратный метр GoPro. Ну, у вас и организация, видно, сразу в армии не служили, да? Здорово. Наш, да, пожалуй, Серега в городе. Наконец-то. Ну, давай поздоровай. Привет, Серег. Здорово. Ну, все, погнали, короче, говорили. Вот он живой здесь сидит. Кто? О! Серега, я говорю, Серега Симонов рядом. Говори. Говори. Речь толкать, давай. Сосредоточься. Ух ты, ё-моё. Сосредоточнее, очень горячее. Вкусно, наверное, смотрите. Вам пиво не пьет? Не, не, я пиво не пью. Говори, может быть, больше. Ну, ребята, давайте мне бокальчик сухого белого вина. Я тебе пиво заказал? Не, я пиво не буду. Я не пью пиво вообще. Боишься, в 40 лет, когда волстит? Ну, я боюсь таким, как ты быть. Так вы тут 30-30-30-30. И что, тебе помолодеть лет опять нужно? Сразу пришел, Руслан уже просек это. Да? Тоже пиво заказал? Да, да, да. Я сюда, я сюда, на пиво. Ну, проверяйте. Ребята, если мы сегодня улетим куда-то, вы готовы? Вы взяли по шпортам? Да, гони опоздают опять. Опять, такой заранее, если вы заранее, говорю, планируете, поделать за час пораньше. Не, мы на Арбате вот это живем. Я даже боюсь спросить, на чем вы приехали. Приехали на Бент, я сейчас думаю, в башню не катали. А до этого я автоступом в Питер гонял. А я на метро, у меня всего 4 станции. Кстати, я тоже приехал на метро, я поэтому и спросил. Хотя... Ты за к нам патру взялся? Ну, если надо, подвезут. А вот и Виктория. Привет. Вика, кстати, активно всем отвечает в комментариях. Кстати, единственный человек пунктуальный. Сказано-сделано, как говорится. Не единственный, пожалуй, лучший. Пожалуй, лучший человек в этом городе, да. Сейчас телезрочный зафинку. Слушай, Виктория, ты, кажется, лучшая девочка в этом городе. Вот так вот. Нет, но все равно, то чувство... Ну, дай, подай, я тут камеру не могу. А кто у нас едет на футбол вообще? Все. Все. А кто играет? Так, открытие, кстати. Уфимский Казан и Волгария. Сегодня матч. Давай. Я говорю, то чувство, когда ты шутишь сегодня, Сергея Симонова, думаешь, что есть такой персонаж, вообще он выдуманный, что на самом деле не существует. Это фейк. Да. Что, пиджак Симонова и прочие уже там появились, там. Роттенфюрер. Я сегодня в комментариях написал, роттенфюрер Симонов. Роттенфюрер. Ну, роттенфюрер. Ты здесь поворачиваешься, вот же он. Да, Даня, здесь поворачивает уже. Да, Даня, не удивляйтесь. Срывай, не бойся, это Михалыч. Не, 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 не. Сейчас вам две буквы равно такие, знаешь, не важно. Вот. На вагонах. Сделай, сделай. С той стороны. Давай, давай. Встретитесь. А, да, да. Давай фотографии сделаем все с камерами. Да, да, да. Вот он равно, равно. Давай угарим фотографии сделаем все с камерами. Давай, вставай. Давай. Давай. Давай поближе сюда. Вот так вот. Верите сейчас все камеры, а у тебя где твоя камера? Вика, у нас опять залябанная. Вставай свою камеру. Что у нас залябанная. Я все почувствую. Я боюсь, если я достану, у вас это, чувство неполноценное. Короче, лайф сегодня. Лайф, лайф. Просто лайф. Жизнь. Да. Жизнь в кайф. Что нахер, что стаяет. Ребят, подождите внимание, что Сергей приехал в Черногорию. Он на русский не переключился. Давайте пока покажем. Разговаривать на Черногорском. Давай, быстрее, доставай свою машину для убийства. Ой, где-то эту камеру я уже видел. А вы знаете, что нам GoCos должны высылать бесплатно в эти сети. Принцип, да. А Михалычу нет. Сюда, садись, Парк, пошел-то. Просто с камерами сфотаться. Я хочу вот. Снимать не надо. Почему у него Симонов самый любимый герой? Любимчик. У него, хорошо, Михалыч, и сеть. Давайте, держим камеру. Держим камеру так. Серьезно. Да, я знаю. Дико сеть нас фото и садим. Стоя на. Долбоебы-долбоебы. Я кончу. Я уловил взгляд бармена, когда он увидел, что вы едете с камерами. Я сидел с камерами, у него такие глаза навыкатят. Думаю, это вот ненормально. Да-да, удивляйся. А сейчас теперь, короче, новый паблик. Кстати, такой активно набираешь. Паблик? Серега, рекомендую. Наркоман паблик? Ну, давайте выключим, скажу. Наркоман паблик. Наркоман паблик. Знаешь, как называется? Ютубанутые. Не слышал? Нет. Ну, там у них уже под 100 тысяч там. 60 подписчиков? Нет, 100 тысяч там примерно. А ничего так что-то здесь на встрече? У нас понедельник. Нет, у нас на охоту понедельник. На нужный палат. А во вторник мы подвесим. Вика, смотрите, Вика, поздоровайся. Как тебе канал-то называется? Что? Как канал называется? Точно. Продюсер. Ты точно продюсер так называешь? Лишь, я не знал, но я почти угадал, между прочим. А, это я думал, ты встал на такое, а ты вопрос задаешь. Ну, что он тебе два года голову уморотил. А ты точно продюсер? Расскажите, какой сегодня план вообще? А то мы так это... План Б. Это, например... Это значит нет плана, да? У меня есть план на самом деле. Какой? У меня есть план. Ну, покушаем сейчас, да? Мы же едем на стадион. На стадион что-нибудь поснимаем. А вот, кто будет за кого болеть? Я за Динамо. А вы? Ну, ты молодец. Там играет СССР, ты болеешь за Динамо, а ты болеешь за Динамо. Я за Спартак. Понял. А ты за кого? Я за российский футбол в целом. Я понял. Нет. А ты за кого? За Кориев, Алматы живут в погоде. Понятно. Ну, короче, собрались все такие... Я за Спартак, потому что... У нас сказали уже, народная команда в Красноярске Дениси, народная команда по фейс-мечам. И Спартак это народная команда... Я предлагаю просто из наших видео, да, сделать такой... Ну, чтобы интересно было смотреть, и подписчикам прежде всего... Чтобы было интересно смотреть нашим подписчикам, я предлагаю сейчас сделать ставки. Раз уж мы идем на футбол, чтобы было интересно. Хорошо, давай. Я ставлю один опцион. На рекламу. Так, понятно. У Руслана спросим, чего он ставит? Ну, я тоже могу поставить один опцион на Спартак. Так, понятно. А кто получит его? Или кто выиграет, тот получит его? Окей. Тема хорошая. По опциону все ставят. Так, хорошо. Ты тоже опцион. Я думаю, что на Спартак. Ты тоже на Спартак один опцион, да? Нет, стойте. Подожди. Определились целиком? Нет, с ставками определились. Все по одному опциону. Почему? Я могу удвоить. После первого тайма. Если ты удвоишь, у тебя даже для этого... Для опциона я колбасу. Где он? Кто съел колбасу? Я кусочек отрезал. Его нет уже. Да вот она упала. Да вот она упала. Завалило. Твоя колбаса завалилась. Ребята, посмотрите. На седьмой минуте колбасу кто-то вытаскивает вилкой. Потом все будет видно. Да? А потом напишут в комментариях, 6.53 михалычу тащил колбасу. Я думал, ты как Арамис сейчас скажешь, что ты на него похож. А потом напишут, что у нас было трое. Когда у нас было четверо. Итак, ребят, смотрите. Значит, мы ставим пока по одному опциону. Так, давай определимся, кто на кого. Нет. Я еще раз говорю. Я на Спартак. Теперь меня послушайте. Ставим точный счет. Не ставим меня на Спартак, не на уху. Ставим точный счет. Давай. Кто выиграл точный счет, кто-то забирает опцион. Кто не выиграл, ничего. Кто никто не угадал, значит, просто мы расходимся и все. Никуда. В этом матче возможно ничья? Можно и на ничью поставить. Можно и на уху поставить. Сейчас, сейчас, сейчас. На уху? Значит, 1-0 Уфа. 1-0 Уфа. 1-1. Кто? Не знаю, забыл. 1-0 Спартак. А теперь я ставлю. Я знаю, что Спартак на предсезонке там 12 голов забрал. Я хочу поставить 4-0 Спартак. Чего себе. Я думаю, это опцион мой точно. У Редисона. 4-0 Спартак. Окей, 1-0 Уфа. Уфа чемпион. Уфа чемпион. Так, ты лучше запиши, да, а то потом выпейте и потом все забудете. Кто там на кого что ставил. Я записал. Лучше к пиву. Будет? Конечно. А пиво будет? Конечно. Губит людей не пиво. Губит людей вода. А кто еще про пиво знает? Классные шутки. Митя, ты знаешь что-нибудь, нет? Про пиво какие-нибудь шутки. Выключи камеру, вы выходя. У нас лайф, я же говорю. Какой лайф? Жизнь? Пока, пока, думаю, что мы снимаем. А есть можно бумажку, пожалуйста? Сергей стримит на Твиче. Да. А ему до нахер. До нахер. Ну, кстати, мы еще, может быть, успеем на мой Твич. Серега, да. Лично миде. Тебе мясо надо, Саша? Ну, чуть-чуть можно, кстати. А рыбы у вас нету, да? Рыбы. Есть? Акуни. Нету? Акуни. Понял. Дайди, Сан, 4-0. Спасибо. Бери. Смотрим. Ну, короче, селфи уже пошли. Все нормально. Делаем маленькую рекламную паузу и продолжим. Андрюха приехал. А? С партнерки. И что-то нам предлагает. Почем? А сколько, кстати, абонемент стоит? Я в прошлом году брал 14-450. Это со скидоном. А если так? А это все матчи вообще не в Европе? Не, 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 не. Тамаш, я не знаю, нам это надо? Мне кажется, нам это не надо. Почему? Надо. Иди, бери. Ты-то можешь себе позволить, Сергей? Ну, вот, начинаешь. Я, кстати, на метро приехал. А не на Бентли. Так мы вчера такой обзор сделали. Увидите на канале Руслана. Ссылка в описании. Анти-обзор. Серега, я думаю, на твоем канале он тоже поедет. Да? Хорошо. Я надеюсь. Правда, меня потом банить начнут, что я твои видео испортирую. Нет проблем. Слушай, с этим не переживай. Единственное, что я хочу сказать, что... Вот я вчера забыл добавить в этот ролик, когда мы снимали анти-обзор Бентли, да? Вердичный забыл добавить? Нет. Когда я ехал в багажнике, когда меня там с комфортом везли, я сказал, что типа нету кондиционера, да? Я еще забыл добавить, что там нет функции включения света. На самом деле, вот Бентли не продумывала, потому что, ну, бывают разные ситуации, да? Иногда, вот, если, например, в салон человек не влезает, можно его довезти, например, в багажнике. И в Бентли это мы доказали, реально. Но нет комфорта, да? То есть покупает человек за такие бабки такой автомобиль, да? Могли бы сделать, например, кнопку включения в багажник. Слушайте, понимаете, ребят, вы его подписчики не знаете, где у него кнопка выключения? Да. Короче, выключаем. Он просто сидел и вот купил, да? Все, выключаем. Короче, друзья, сидим хорошо, сидим классно. Мясо уже съели, товарищи, да? Принесли еще вот такую баклажку, да? Я боюсь, думаю, что мы можем опоздать на футбол. А давай по телевизору посмотрим, какая разница. Ставки сделаны, правильно? Ставок больше нет. Ставок больше нет. Нет, Серег, прям стадион такой, да вообще обомлеешь. Знаешь, идешь, идешь, ты... Я знаю, новый, новый, новый. И раз такой, ты где-то в Европе такой, типа, в чем дело? Слушай, круто, кстати. На самом деле, на самом деле, я на Спартаке, на стадионе еще не был. Давайте выпьем за выигрыш, видите? Арена открытия. Ясно? А мы идем дальше. Хорошо сидим, на самом деле. Мне принесли тут супец такой, да? Грибной. Футбольный кальмарчик, да? Натуральный. Много тестов, много всего. Короче, ребят, ну, на самом деле, конечно, на моем канале вы не все увидите. Вы увидите классное видео на канале Рэдисона, классное видео на канале Руслана и классное видео на канале... Лайки обязательно ставьте. Вагон, нет, с волосатой рубашкой. Владельцы поездов. Владельцы поездов, вагонов и пароходов, да? Да, это знаешь что? Ильич. Михалыч, добавь пару злок. Я решажу. Он бесплатно, не работает. Тем более на канале Симонова. Да, понятно. Ну, это он шутит, конечно. Потому что на самом деле, Михалыч, один из первых ставит лайки на моем инстаграме. Серега, я правда в инстаграме, ты у меня как свет в окошке, думаю, о, Черногория, лучи. Чему? Там рай и позитива, да? Серега, да я меньше твой канал смотрю, чем твой инстаграм. Подписывайтесь на канал Сергея Симонова. Ребят, я вам даже больше скажу. Мы еще пока на футболе не были, а уже так весело, да? Представляете, что будет на футболе? Все благодаря... Байкал побеждает. Байкал. Я тоже все жду, когда Байкал... Пожалуй, лучший Байкал в городе. Пожалуй, лучший рутбол в городе. Просто, ребята, вы не знаете, вы сейчас работаете бесплатно, у меня просто... Байкал заплатил 700 тысяч рублей за то, чтобы я сделал такую коллаборацию. И я сейчас вырву. Я тебе софти сейчас дам. Какая сладкая. Да и обратно это все снимаю. Не, на самом деле... А меня вырвало футбол, что я захотел еще раз. Это все? На самом деле, ничего подобного. Футбол это... От нее просто нет движухи. От нее хочется... Полтана миллиона. Спать двадцать, там, не знаю. Вот ты с коряном купил или... Спать трапсмагона. Спать трапсмагон, движуха. Но энергия очень, ну, очень сильно прерст. А отвертка мне, например, не рулит, либо на бычку начинает. То есть ты ее, что там... Слышь мне коллочки. Куда? Саш, вопрос, который мне пишут постоянно, да, и который я хочу как бы тебе задать как рыбаку. Какая самая большая рыба? Не было больших рыб. Ну, то есть 20 килограмм было... Но это небольшая рыба. Большая рыба, я считаю, это за 100 килограмм. За 100 килограмм пока еще не было. Я стремлюсь к этому, я в стриме. Я сейчас еду на Азовские острова. Те, что меня об этом никто не знает, с Олегом Лиденко. Мы едем именно за большим орлином. Даже Олег Лиденко об этом не знает. Там большой марлин, и на самом деле он меня пригласил в эту поездку. А ты не ловил еще марлина? Нет, я видел парусника, но это не марлин. А там вот именно огромные марлины, тунцы, все за 100, за 200 килограмм. И мы едем, у нас цель именно взять крупного такого марлина. Будет все снято. Это вы увидите на канале. Да, это вы увидите. Такой-такой павлин, марлин. Не видишь, мы пущаем. Хорошо, ребят. Серега, стой, стой, стой. Я, кстати, марлин это ловил. Да, мы в понедельник едем на рыбалку, на подводную охоту, и зайдем Серегу Симонова с нами. Это когда будет? В понедельник. Серега, спроси у Сереги Симонова, он поедет. Я узнаю у Сереги Симонова, не знаю, поедет он. Но только если будет добрая, позитивная палатка. Да, не, ребят, это будет... Пять звезд там. Это будет тишь. С меня палатка? Никаких отелей, да, никаких круизных лайнеров, как Серега привыкнет. Это будет палатка, это будет костер, это будут комары, это будет рыба. Я думаю, что Серега Симонов не поедет. Я, конечно, у него узнаю. Это будут деревенские, дояркие. Серега, это дом, да, это сези. Ребята, вот такие вот эксклюзивные кадры. Не, меня провоцировать не нужно, ребят. У меня иммунитет очень большой. Обычная спартанская жизнь мелочь. Он привык жить золоте, цель. А вообще это была, возможно, пожалуй, лучше. Попшалка. Ребят, ребят. Саня, Саня, когда шут только что позвал вместе с нами на рыбалку Симонова, на отходу бандельник Симонов, засал, говорит, не поеду. Не поеду. Я боюсь комаров. Не поеду, я сразу говорю, не поеду. Я боюсь комаров, я засал, и я не поеду. Нет, почему не поедешься? Пожалуй, я не поеду. Ладно, я пошутил, почему не поедешься? Нет. Нет, ну что, это сут будет? Что? Какое число будет? На сутки всего. Всего на день. Какое число? В понедельник. В понедельник. В понедельник. А куда ехать? Палатки нет. У тебя лодка-то есть. Лодка есть, но в Черногории. Серега, мы все найдем. Ты успеешь за понедельник, когда лодка изгоняет. Блин, Сергей, мы все найдем. Придется брать частный самолет с Услана в Подумашвиле. Два опционы, и мы поехали. Серега, мы все возьмем, поехали. Короче, обещать не буду, я подумал. Всем всего сутки перейдем. Подождите, я вас услышал. Это неправильно, кто будет еще? Я вас услышал. Ну что еще будет? Вот они все. Мой помощник с вами свяжется. Давайте обсуждать этот вопрос. Работа, наверное, на направлении. И вот он наловил сейчас на браках. Покажи, покажи. Вот. Вот, ребята, мы сюда поедем в понедельник. Мне кажется, я еще не знаю. Вернее, это знаешь, такой анекдот есть, кстати, маленький. Такой расскажу, короче. Серега, минута 40? Нет, быстренький. Серега, вот эту рыбу стреляли там. Вот это круто, кстати. Вот это круто. Маленький анекдот, быстренько. Мужик заходит в автобус. А в автобусе так плотно набито, да? Ну он так протиснулся, протиснулся, короче говоря. Стоит где-то в центре, ну, автобуса. В центре зала, да. И у него молодой человек там вот так по плечу ему так. Извините, извините. Вы выходите на следующий. Он говорит, нет. А другой человек, который стоит сзади, говорит, да он, говорит, еще не знает, что он выходит. Понимаешь, да? Это какая-то мудрость, это не анекдот. Подожди, это какая-то мудрость от Руслана Татунашвили. Ты не путай, они путай и мудрость. Ой, блин. Шура каретный. Прошу любить и жаловать. Шура, блядь, съел помидорку, штука, она с костлявой оказалась, блядь. И забаловываешь, блядь. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, палки, палки. Смотри, палки, палки. Смешно, ребят. Ты же Симр, как когда засмеялся. Вышую ноту то взял. Слади. Да, надо посадить человека. А то мы тут спалками, спалками. Саживайся. Это что, пинка, водочка. Не, я не пьющий. Пинка, блядь, гель. Я уже все знаю. Теперь перевариваю. Вот так. Со всеми оставшимися последствиями. Нет. Но вы хорошо выглядите. Вот потому что я обещал. Правильно, правильно. Совет. Гуляем по саду. Дышим вверх. Дышим вверх. Ты что будешь пить-то? Водище, водище. Возьмем беленькое, беленькое. Лимонадику сладенькую. Бутылочки. Тарфон. Дюшес. Я, кстати, видел, вы с Ховански встречались, да? Да. В Питере, да? Да. Ну и как он? Дюшес, Тарфон, туда-сюда. Ну там... Болюстерский завод Бенуссо. Бенуссо, да? Разводит уже. Один газ остается. Мы так выясним все. Там же эссенция. Все это эссенция делается на 70 градусов. Там три камеры надо. И путемка готова. Газ добавил. И тем лучше эссенция, тем лучше эссенция. Они на них. То ли эссенция... Короче, Кованский, меня слушай. А кто-то ко мне ворвался, короче говоря, на стрим там, да? Гудел там очень громко там и все остальное, да? Я скажу тебе честно. Юра, я на тебя зла не держу. Желаю тебе добра и... ПА-ЗИ-ТИ-ПА. Работа вам. Вот так. Про Хованского. Про Хованского. Про Хабенского. Про Хабенского. Он Хабенский. Юра Хабенский. Юра... Юра... Юра Хованский знает о чем я говорю. Да. Нет Юра никакого. Я в Питер ездил, там только Юра Хабенский один живет. Его все знают. Короче, Юрик, все нормально. Мы с тобой еще встретимся и, так сказать, поговорим один на один. Как с Володей Медведем. Как ты сказал? Толя, не бойся. А, нет. Толя, не бойся. Это серьезно. Юра, Юра, не бойся. Открывай. Это Сергей. Да-да, не удивляйтесь. Юра Хованский, когда-то ты услышишь Сук свою дверь. Я за дверью будет голос. Юра, не бойся. Открывай это Сергей. Пожалуй, лучшая дверь в городе. Он же сделал ремонт, кстати. А, и Джакузи. Он сейчас донатит на Джакузи 400 тысяч. Как будет новость? Хорошо в этой Джакузи лежать? Я думаю, что надо все-таки усилить дверь. Он донатит на Хачер. Надо, мне кажется, усилить дверь. Сейчас завораживаем. Так что вот так. А мы идем дальше. Шура Каретный, короче говоря, записывает видео. Это реальные пацаны. Ручка, точно. Сережка. Сережка с тема добра и позитива. В чем-то власть. Шура, знаешь, что это за палку? Гирошко, блин. Гирошко. 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 Джейди Камп. Гирошко. Гирошко. Поверни я. О-о-о-о. Эх-х-х-х-х-х-х-х. Отчего у нас там все входит, бля? Мы все по старинке привыкли, да? Дураков, по фамилии Дураков, я запомнил все. Короче, ссылку на Шуру Каретного оставлю в описании, пройдете и посмотрите это видео. Доказать, что говоря, ребят, принесли счет, вы до Дани удивляетесь? Как вы думаете? Пишите в комментариях, сколько нам стоил этот стол. Как вы думаете, кто платишь? Пожалуй, до Дани удивляетесь. Доброе и позитивное. Пожалуй, лучший стол в мире, да? Семья Рыдисона выплатит. Пожалуй, лучший счет в мире. Пожалуй, лучший счет в мире. Знаешь, Серега, что тебя Михайлович любит? Знаю. Я даже Михайловича готов поцеловать. Михайлович, вот мы с тобой и нашли. Ты себе нашел на сне, парня, я с ним. Остаете? Остаем. Ура! А я ему говорил, что не зря очко отбеливали. Ну, это шутка, конечно, ребят. Надеюсь, вы оценили. На чай не забудьте оставить. На чай? На чай? С канала Добра и Позитива. Да. Сейчас мы возьмем мини-такое интервью у сборной России по футболу. Приветствую. Можно пару слов? А? Окей, чего? Ну, пару слов просто сказать. Добра и Позитива. Че, трудно, что ли? Снимайте просто на камеру. Ну и че? Я стеснялся. Блин, да уже, хорош уже стесняться, ребят. Ну че? Не любите камеры. Почему? Потому что. Не любите. Давай без камеры, хорошо. Не хочет? То есть без камеры выписывайся. Окей. Ну и че вы думаете? Я не взял все-таки интервью у Лехи. И он взял, конечно. А вот и фотка. Вот так вот. Капелла делал, свое сделал. Ха-ха-ха-ха. Ты понял? От нас еще никто не уходил. Ясно? Видали? Леха Ионов. Лежу против. Сборная России. Че, по футболу. Леха Ионов. Ясно? Say good and positive. Ясно? Вот капелла не сказал добра и позитива. Все, давай, до свидания. Чао, пока. Ионов теперь все. В сборную попасть. А я иду, старый, старый, что-то духалец дикует. Дикует. Ладно, ребят, короче. Да-да, не удивляйтесь. Мы идем дальше. Мы идем на футбол. У-фа, чемпион. У-фа, чемпион. Я звуку, ребята, вы помните, да? 1-0. 5 опционов на кону, да? У-фа, чемпион. Глядишь, а может, выиграй. На кону сколько? 5 опционов? 45 тысяч рублей, да? Митяй. Еще шубрика летного футбола. Это сколько? 5 сотен, да? Не знаю. Бал, встанет. Он бесценен. Нет, нет, нет. Он даже за индивидуальный подход. Блин, ну пофиг, как я. Ну пятерка, да? Ну пятерка. Значит, полтинник на кону. Полтинник на кону, короче, ребята. Нет, да. Нет, у меня... Ты, кстати, плохо следишь за моим каналом. Я на самом деле есть, да. Метро едем. Пицца пошла. Пицца нельзя не насладиться. Да? О чем? Короче, мы в метро едем на стадион. Куда? Не, не, классно. Спартак. Спартак. Пицца, Спартак. Едем. Упа, чемпион. Вагон ненормальных блогеров. На самом деле, очень много полиции. На самом деле, лучше не кричать. Я думаю, что лучше не кричать упа-чемпиона, да? Потому что очень много спартаковских болельщиков. Ну что, упа-чемпион? Упа? Да. Все будет нормально. Идем дальше. Я говорю, нужно снять стадион. Он говорит, забей. Главный кадр в этом видео уже проскочил. Ионов! И все-таки я его остановил. И поговорил с ним. Как у Чехова. Ионыч. Ионыч, да. У нас капелла был в кадре. Что там Ионыч, правильно? Не, уже капелла уже... Насчет атмосферы, конечно... Не в тренде. Уже нет. Ну, кстати, ему бабки-то выплатили на самом деле, да? Ну как, обещали. Это же разное. Мы же не знаем, что там было на самом деле. Да, да. Ребят, ну посмотрите, вот атмосфера. Атмосфера вот этого футбольного матча, да? А, это вот, где берешься. Двигать. Ну, ребята, посмотрите, да, посмотрите. Спартак перед вами, да? Да. Ну, сейчас там народ стекается. Строятся всякие... Давай, вот туда. Да? Жилищные комплексы, да? Шура, как вам? Ничего, впечатляет? Вот она, она, да? Тушинские просторы, бля. Родные Миша. Родные, так сказать, мисс, да? Пройдем. А вот стадион тогда еще не был. Да, да, да. Тут вообще, да, поля еще были, да? Да. Поля была голая. Тут какие-то промжевые. Что-то только не было. Вот там все перекрылись. Да. Бегалками. Вот как наши уважают. Да. Не, ну все серьезно тут. Подготовка такая. Боятся, потому что уважают. Ага. Здорово. Что-то холодно, что-то наши 1-3 проигрывают. Пошли в пару, там, показывают в прямом филе с повторами. И наши выиграли 6-4. На самом деле, я сейчас попытался реально продать билеты, вот, ну просто с рук, да? Народ подходит, спрашивает, что, почем. Заломил 5, за 5 сказали дорого. Но за 3 были бы готовы взять, да? Руслан, посмотрите на его канале. Просто не сняли возражения. Да. Посмотрите на его канале, все это дело будет реально. Вика свидетель. Правильно? Подтверждаешь? Вот так вот. А повтор можно? А то не сняли. Репит, please. Нет, чувак, 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 видно, повтор не будет снимать. Сейчас я достану. Да билеты у меня, вот все, вот все билеты. Что снимать? Дядю Сашу. Да, народ слегка сходит, сходит тут, короче, с ума. Но это прикольно. 300. За 3, за 3. За сколько заберешь? Пойдемте. Не заберешь. Ну, а то, о чем я вам говорю, ребята. Народ подходит, спрашивает. Я говорю, вот если так, в принципе, да? Можно бизнес хороший устроить, да? Руслан, мы с тобой в следующий раз полустыдионов скупим и проводим здесь. Бизнес можно всегда сделать. Главное, понимаешь, что ты что-то проблемы решаешь, а не просто из виртуального мира что-то придумать. Вот, допустим, у Рэдис, у нас три Кантали. Мы уже отмечали это. Тоже можно решать проблему. Особенно после ресторана такого, да? Смотри, ну, все серьезно. Вроде спортивный прикид, да? Кроссовки есть, бейсболка есть. Да, и загорелый. А мне кажется, он знаешь, на кого похож? Митя, мне кажется, похож на игрока, не регби, а бейсбола. Да, чувак такой, да? Бейсболки такой. Питбита еще у него тут, да. И все. Вообще, Рэдисуна, мы очень благодарны. Жене и Михаилу. Я только, да, могу сказать. Людей вообще море. Очень много людей. Кстати, вот здесь бы пригодилась палка для селфи. Рэдисуна, я не знаю, 750 рублей. Да, да, да. Да, 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 да. А наша какая трибуна? А? Да, тут все серьезно, ребята. Тут прям лучше Уфа-чемпион не кричать, короче. Когда была бы ли, но, вот, но... Рэдисуна, как тебе? Очень необычно. Очень никогда не, например, в турбольных матче. У меня такое ощущение, что, как знаешь, в советские времена все на пропосуде. Вот, впускают, убежали. На самом деле, да. Прошли первую стадию Кондрашов впереди Планеты всей Пустите я из Хабаровска Гидропоник или как? Пустите я из Хабаровска Пропустите Я на самолет Дайте пройти Быстро Я из Хабаровска Не уезжать Вернее улетать Здрасте Вот так билет выглядит между прочим Спартак Уфа Вот так вот Здрасте Как дела? Добра и позитива Спасибо большое Следующий у нас тут Транспортный этот такой Я не знаю Да Ты готов пройти Таможню? Да, да, да Проходим Проходим Еще раз Еще раз заходим Да Проходим Короче говоря Прошли мы Все таможенные контроли Хабаровскрулит ребята Поверьте мне Вот такие вот Замечательные девушки Встречают Добра и позитива Спасибо Ты его смотри Слушайте у вас тут такие Эти самые Как его Ролевые игры что ли Я даже не знаю как А да Все заканчиваем Спасибо Отечество Нашей свободной Дружбы народа Боюсь непростой Добра и позитива Россия вперед Ну что Короче говоря Ребята погнали 0-0 на табло Время пошло Вы помните за кого мы болеем Да? Мы болеем за кого Правильно Короче Правильно Не кипишите главное А что вы? У нас ставки просто Своили В отцах все с ним Да? Пока 1-0 Короче говоря Ребята Тебе он фан Мало радовалось Да-да-да Вообще Упал вот там Мы сидим Короче говоря С Русланом В трибуне Короче Ну фан Встречаем В нашем трибуне Да Но Мы тут Эмоционально Короче говоря Так Переживали На самом деле 1-0 Ребята Что сбывается Потому что нет победы Я поставил 2-1 на Спартак Но голосуй за ухо Ну болеешь Хорошо Все записано Все ходы Да? Я тебе уже все отправляю Ох круто Ребята Я даже сам не ожидал Это победа Это победа Это победа В общем дорогие друзья В принципе все Матч закончился Я приехал домой День был такой Сегодня интересный Насыщенный Надеюсь Вы тоже это оценили Это видео было Действительно Такое Ну Эмоциональное Красивое Красочное Да Я прошу вас Лишь об одном О подписке на канал О репосте этого видео О лайках к этому Соответственно Выпуску Ну а счет Как вы уже поняли Закончился 2-2 Да-да Не удивляйтесь 2-2 И это говорит о том Что победила Виктория Менеджер Или так сказать Продюсер Руслана Татунашвили Молодой у нее канал И соответственно Мой опцион Точно так же Как опцион Дмитрия Шилова Значит Кондрашова Шура Каретного Отправляется в копилку Канала Виктории Да Все ссылки на канал Я оставлю здесь В описании К этому видео Проходите Смотрите Подписывайтесь В общем Ребят Короче Чао Пока Вот и все Спасибо большое Вам за Ваше Внимание И за просмотр Данного видео Продолжение следует Все Чао Пока Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин